друзья всех приветствую вы на канале кастом трак для тех кто недавно присоединился напомню что наш канал посвящен любви к военной техники ее реанимации и покатушкам на этой технике вот сегодня у нас долгожданное видео которое посвящено постройки кунга урал те кто нас давно смотрят они знают что урал я отогнал на ремонт кунга в кунге мы делаем комнату отдыха совмещенную с баней что из этого получится проект достаточно интересный своеобразная такая вот техника будет у нас который мы можем воспользоваться когда нам необходимо выехать на природу семьей там или как то вот но это я долго долго копил как бы денежку собирал откладывал то есть чтобы на это отважиться потому что это все дорогостоящее такое мероприятие скажем так вот ну посмотрим что с этого выйдет сегодня мы сейчас я отправлюсь туда к уралу и мы посмотрим что там сделано прежде чем туда поедем расскажу вам двух словах значит я только что вернулся из минска у меня в багажнике лежат два бака из нержавейки которые я сделал на заказ вот думал я долго над тем ставить ли баки от зил 131 я планировал один бак от зил 131 1 бак от га 66 вот но все-таки решился на нержавейку выделил бюджет и сделал все-таки из нержавейки вот почему ну я думаю конечно много вы мне писали тоже повлияли на мое решение однозначно но было принято решение все-таки сделать из нержавейки поскольку нержавейка все-таки будет меньше давать ржавчины будет но все-таки лучше намного лучше вот плюс баки зиловский шиговский там запахом то есть тоже нужно было или там их выветривать или выпавить не знаю ну в общем факт то что все-таки было принято роковое решение сделать из нержавейки вот и в этом нам помог очень классный человек зовут его денис вот я связался с ним объяснил ему что мне надо рассказал что я веду свой блог рассказал что как бы финансы ограничены и он пошел к нам навстречу и сделал по адекватной цене недорого то есть он сделал нам два бака за получается 230 долларов то есть это адекватная цена абсолютно исходя из всех цен которые я изучил на такую работу вот у нас получается кислотостойкая нержавейка полтора очка но вполне адекватная цена и очень классный человек сам по себе вот поэтому если кому-то в беларуси нужно он находится территориально минске если кому-то нужны такие вещи из нержавейки вы можете обращаться он вам поможет то есть нержавейка может там он может и еще с каких-то материалов варить я точно не знаю но тем не менее зовут его денис и телефон и обязательно оставлю в описании под этим видео если кому-то надо территориально минске можете связаться сделает вам вот ну что все не будем томить вас долго сейчас приедем к уралу я вам покажу баки ну что друзья мы уже возле урала и начнем конечно же с баков в общем баки вышли вот такие они специфической форме специальной формы которая позволяет их нам установить вот в эту часть кунга видите с учетом вот этого вот скоса нашего значит два бака один получается 120 литров для горячей воды и 180 литров для холодной воды расчеты проводились исходя из возможности помыться двум четырем человеком вполне достаточно этого объема воды вот ну плюс конечно же место в урале не так много чтобы там уже располагать какие-то запасы в крайнем случае если вдруг нам не хватит этой воды мы захотим большего запаса воды мы всегда можем на крышу поставить дополнительный бак и соединить с этим с основным вот поэтому в этом проблемы не вижу прежде чем мы заползем с вами в кунг хочу вам показать здесь наружку значит как вы помните самодельный лючок здесь уже установлена печка все заделано вот этим вот материалом специальным который позволяет нам защититься от высокой температуры вот здесь получается будет наша сама основная топка единственное здесь конечно нюанс что будет здесь коптится ну не знаю как мы будем это решать проблему либо здесь сделаем козырек чтобы коптилась сама наша вот это вот дверка либо ну посмотрим как мы решим эту проблему еще пока что не знаю ну проблем будет возникать очень много вы сами понимаете что это такое дело которое по-любому где-то что-то выползит какая-то проблема здесь у нас получается будет поддувало ну а здесь будет основная топка вот здесь еще сделаем упоры то есть все сделаем красиво будет также вы можете наблюдать у нас трубу мы специально саши и вставили чтобы можно было уже вам показать как это будет выглядеть значит труба нержавейка тоже она новенькая абсолютно нам ее делал сергей здесь местный человек который занимается тоже вот такими вещами ему огромный привет и огромное спасибо вот труба будет выглядеть вот так здесь специальный лючок заводской ураловский он закрывается тоже труба снимается ставится на крышу там сделаем тоже такой распор трехугольный который будет держать трубу то есть чтобы установить трубу ее просто одеваем сюда там треугольником фиксируем чтобы ветром ее никуда не дело и в принципе вот так будет это все дело выглядеть вот фактически здесь нам осталось только ну мелочевочку доделать и будет все готово единственное еще что здесь нужно сделать это сделать какую-то лестницу которая будет съемная чтобы ее можно было поставить сюда установить для того чтобы заползать устанавливают трубу и чтобы на ней можно было заползти тоже во внутрь кунга вот либо заползти наверх на кунг вот здесь заводская лестница по которой можно заползти вот одна ступень 2 там 3 откладная и вот там 4 видите с кронштейном для камеры вот так что вот так здесь выглядит принципе труба эта часть уже уже финишная прямая единственное вот видите мы вырезали лючки и я так понимаю что здесь нам все равно придется урал перекрашивать и мы его будем перекрашивать естественно уже но это уже мы будем делать не в этом сезоне а следующий весной я думаю вот так что такие баки вот здесь уже с этой стороны сделано так сейчас давайте вам покажу как все выглядит с обратной стороны то есть со стороны родительской так друзья обратная сторона урала значит смотрите здесь у нас вот такие вот лючки тоже 2 получается отсека они имеют вот эти фиксаторы заводские эти в щелкиваются этот и этот сюда в щелкивается то есть он фактически вот так открывается щелк и он готов значит здесь у нас уже виднеется каркас который это каркас полка так то есть вот на нем и там сверху будем сидеть бани он абсолютно получается изолирован будет от внешнего скажем так от бани то здесь будет своя отдельная ниша такая своеобразная вот каркас уже покрашен грунтом все то есть он за изолирован здесь можете наблюдать за пенен то есть он утеплен скажем так отделен вот он с двух сторон с этой стороны фанера и с той стороны фанера пропитана но сюда влага попадать не будет то есть там у нас будет влагозащищенная среда то есть вся вода будет стекать там абсолютно независимо от этого каркаса вот то есть такие три ниши получается здесь может со временем мы приобретем какой-то генератор будем устанавливать но сюда можно складывать всякие вещи но не вещи имею ввиду принадлежности скажем так вот давайте теперь пройдем во внутрь кунга и так народ мы уже внутри кунга значит здесь смотрите как все выглядит ну во первых я не помню дверь уже установлена у нас дверь родная это все обошьется будет выглядеть суперски вот как вы можете наблюдать колесные ниши зашиты у нас для влагозащиты вот такие оцинкованные видите тазики я их называю но не тазики а листы согнутые под размеры чтобы положить здесь положить сюда на пол сюда то есть у нас будет полностью изолированная такая от поступления воды изолированная поверхность то есть всю воду которую мы будем лить здесь да она будет как бы не затекать никуда на деревянные участки только лишь на вот эту оцинковку то есть если мы будем нашивать вагонку то будем ее зашивать вот так и естественно то есть пароизоляции будем если какие-то будут поступать капли влаги то все это будет все равно поступать на вот эту оцинковку точно такая же будет на полу точно также будет лежать все значит здесь основное время которое саша тратит это на подготовительные работы подготовительные работы к тому чтобы обшить то есть обшить здесь он моментально обошьет мы не успеем заметить а вот это все подготовить вы сами понимаете потому что подогнать всю фанеру брусочки здесь тоже видите он переделал переварил порожек нашим там он ну такой сгнивший был немного жаль конечно чуть-чуть суперский кунг такой не супер состояние он хороший но есть небольшие очаги ржавчины вот значит как вы можете наблюдать вот так будет установлена печка здесь сделана полностью изоляция от высокой температуры значит асбистовые листы и наверх будем делать из нержавейки тоже выгибать такие чтобы выглядела красиво вот эта часть где устанавливается печка мы тоже зашьем нержавейкой будет очень очень аккуратно и красиво здесь будет у нас основной слив воды который будет идти вниз думал я над установкой бака но все-таки решил сделать такой вариант то есть ну а там посмотрим как у нас будет это все дело если допустим мы захотим установить бак со временем то мы просто сделаем отдельный вывод и установим бак вот на этом этапе нам мешает лебедка это сделать плюс ну там и кардан идет к лебедке то есть есть нюанс вот мы посмотрим посмотрим это уже можно потом до совершенствует доделывать со временем то есть как у нас будет получаться и потом будем уже если что скажем так совершенствовать вот но пока что на этом этапе вот на таком скажем так интересным уже достаточно вырисовывается вся картина как здесь что будет выглядеть тот же самый полог видите будет такой но принципе он достаточно удобный то есть я смогу и сидеть удобно то есть снова сами видите по высоте здесь мне кажется классно вот здесь я планирую сделать такой вариант скажем так откидной чтобы можно было если что здесь расположиться двум человеком переночевать я имею виду то есть баню например не топить а просто нужно переночевать раскрыли расстелили переночевали просто спальное место такие два вот так что как то так на таком моменте я думаю мы останавливаемся значит особо больше мне показать нечего ну как то так движемся друзья огромное вам спасибо что смотрели это видео урал делается медленно но делается качественно делается скажем так с душой а если делать что-то с душой это всегда отнимает много времени сами понимаете поэтому не забывайте подписаться на канал чтобы не пропустить следующие серии также хороших людей на жизненном пути всего самого самого на лучшего друзья всем спасибо всем пока